Новый Завет говорит нам, верующим в Йешуа, что мы присоединились к священству. И это соединение со священством от нас требует святости. В Святых Писаниях написано, будьте святы, потому что я свят. И как здесь написано, с кем вступать в брак, с кем не вступать в брак, прикасаться к мертвым или нет. Есть очень ясные заповеди и объяснения относительно нашей жизни, как верующих в Йешуа. Что нам можно делать? Что нельзя? Какие вещи являются для поклонства, а какие нет? И как быть цветами Господом? И в принципе, этой темой заняты все святы Писания. Я хочу сейчас открыть 12 главу книги Откровения. И я попросу вас также открыть, мы в прошлый раз закончили 11 главу. И до того, как я быстро сейчас затрону только одну главу, Я хочу напомнить, чему мы научились до этого. Я думаю, что многие из вас были уже на уроках Откровения и помнят. Первое, это к Откровению мы относимся как к видению и как к Откровению. Нет никакого ясного руководства. Поэтому можно истолковывать разные вещи различными формами. И цель этой книги, это не привести нас в какой-то окончательный или конкретный пункт. Но дать нам чувство и правильное направление. То, что мы научились еще, чему мы научились, то, что мы не понимаем точно, когда были написаны Откровения. Есть люди, которые считают, что это после хурбана, Битта Микдажа 2, и в сфере этот, они говорят о латид-эсхотологии. Нет, некоторые люди думают, что она была написана после разрушения Второго Храма. И некоторые говорят, что она была написана до разрушения Второго Храма. И то, что там говорится, говорится о разрушении Второго Храма. И Иоанн написал эту книгу на острове Патмос. Некоторые думают, что он там был, сидел в заключении. А некоторые думают, что он был там как посланник для того, чтобы проповедовать Слово Исиона. Как, например, я, Женя и Дима, мы поехали в разные страны для того, чтобы принести Слово Исиона. И мы научились тому, что Иоанн принял Слово Исиона для Семи Цепей. Можно по-разному понимать этот вопрос. И я истолковал это буквально, что это да, Слово Ксеми общинам, которые находились в Аси. Иоанн был старейший на этих общин. И то, что мы выучили, что, хотя это слово было не относительно нас конкретно, но на примере этих общин, мы можем взять что-то для нас. И мы выучили то, что книга Откровения, она учит нас о разных периодах, фазах, которые происходят на небе и на земле. Не всегда вещи идут в хронологическом порядке, иногда они идут параллельно, и нам нужно попытаться понять и научиться. Но самое главное призвание книги Откровения, это будьте готовы и ходите в Божьем страхе. Сейчас мы подошли к главе 12. Пожалуйста, откройте вместе со мной Откровение 12 глава. Я думаю, что для нас это очень ясное слово тем, которые живут в Израиле. Для меня это одно из самых понятных глав книги Откровений. Я читаю на русском, а буду говорить на иврите. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ей луна, и на главе ее венец из 12 звезд. У меня, как мне кажется, нет никакого сомнения, что здесь говорится о народе Израиля. 12 звезд, как 12 звезд, как 12 сеглах. Отбезменно Йосеф, бен Яков, ра, халомот в ра, ше, шемеш ве, это ярех, миштахавим элав. В свое время Яков видел сны и видел, как 12 звезд неба и 12 звезд солнца и луна поклоняются ему. Но здесь я говорю про образ жены с 12 звездами. Это как призвание народа Израиля. И есть люди, которые мало воспринимают Израиль. Они говорят, Израиль закончил свое большое существование 2000 лет тому назад. Но это глупости. Здесь объяснение, что сила этой женщины и влияние ее, оно будет навсегда и в будущем тоже. И народ Израиля, это тот, кто противостоит Вавилону и Балагану этого мира. И одно из наших личных призваний, и здесь я верю очень сильно в это, что каждый может найти свое место в этой женщине. Для того, чтобы влиять на весь мир. Когда будет эта война праведников с Вавилоном. И по сути, она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Одно из призваний народа Израиля, это родить в Машеха. И согласно Святым Писаниям, есть такое понимание. Что Машех может прийти в двух случаях. Что когда народ в самом своем лучшем положении, все праведные не грешат, и приходит Машех, они принимают его как своего царя. И тогда все происходит отлично, легко и как по маслу. А второй случай, это когда Машех приходит и народ совсем не готов. И тогда он проходит испытания, страдания. И здесь мы видим, что она кричала, и ей было очень больно. Все приход Иешуа, я не говорю про весь процесс, когда его Мириам родила, но вообще его приход сопровождается огромной болью. Это общая боль, когда часть из людей его принимают, часть игнорируют, часть очень против него. Все это приносит общую глобальную боль. Я читаю 3-4 стих. Здесь мы видим дракона. У него есть 7 корон на 7 головах. 7 это число полноты. И эту полноту можно использовать в хорошем смысле и в плохом. И мы видим, что здесь полнота гнева против плана Бога. И мы видим, что это существо, оно сверхъестественное. Это что-то связано с ангелами и с небесными силами. И здесь не что-то целостное. Написано про треть звезд, которые пали вместе с ним. Я не совсем, это очень сложно объяснить. Но я думаю, что против плана Бога встает сатана. Но сатана это не что-то, не какая-то личность. Это комплектация, это хибурь. Это комплектация каких-то существ и зла вселенского, и зла в людях, в нас, которые противостоят плану Бога. Возможно, иногда мы хотим всю вину за свои неправильные поступки возложить на сатану, говорят, вот чёрт попутал. Я слышал, как многие люди говорят, как я вообще мог так поступить? Меня точно бес попутал. Я верю, что существуют бесы, потому что так написано. Но на самом деле, сила воли человека намного больше, чем сила беса. Если человек решает для себя, что он идёт этим путём, этот путём укрепляет его. Поэтому написано в Римлянам. Из-за того, чтобы вы приняли решение идти по пути Иешуа, ничто вам не помешает. Ни силы, ни будущее, ни настоящие. Ни ангелы, ни ничто не отделит нас от любви Божьей в Иешуа Машехи. И вот мы видим этого дракона, который стоит всей силой против женщины, против младенца, которого она должна родить. То есть, Сатана против Израиля и против Машех, который должен родиться. И сложно сказать, когда это произошло, две или тысячи лет назад, или до сотворения мира, невозможно сказать, когда точно это было. Пасух Хамеш. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитяю к Богу и престолу его. Призвание Машех – это быть пастырем всех народов. Здесь мы можем сказать, что еврейский ребенок будет царем над всеми народами. Но это еще не произошло. Мы видим, что когда приходит Иешуа, Он исполнил только часть призвания, которого Господь возглажил на его плечи. Он заплатил за нас цену. Вы знаете, какая была сделка. Вы можете эту картинку получить в дневной жизни. Иногда вы заходите в магазин и мы видим, что есть специальная акция. Продаем холодильники с огромной скидкой. И вы хотите купить холодильник. Но вы не были к этому готовы. У вас есть где-то 200-400 шекелей в кармане. Ты приходишь к продавцу, даешь ему 400 шекелей. И ты говоришь, через пару дней я приду, вот от тебя аванс, я потом доплачу все и заберу свой холодильник. Кто когда-нибудь такое делал? Понимаете, о чем я говорю. То, что Иешуа сделал, то же самое. Когда он пришел за нас и заплатил цену, на иврите это называется бидион, то есть выкуп. Как бы продавцу он дал аванс для того, чтобы вытащить нас. И печать цветового духа на нас это знак этого выкупа. Но когда он вернется во второй раз, он полностью выкупит нас, мы будем принадлежать ему во веки веков и ничто не разлучит нас с ним. Шестой стих. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Элеф мотаем шишим йом. 1260 дней. Если вы разделите это 3,5 годы или 42 месяца. Я помню, как Алекс Бленд исполковал 42 числа. 42 это число выхода или освобождения. Если мы читаем родословный Ишуа в Новом Завете, там написано 14 родов от того, 14 родов от того, и в конце концов получается 42 рода. 42 это от обещания до искупления. То есть это наш это процесс освобождения. Я бы не обращал внимания на номер 42, как на номер. Но я хочу сказать, что это концепт. Если вы заходите в сложное положение, но вы принадлежите Богу, в один день придет искупление, он вас отпустит. Поэтому написано в Святых Писаний не останавливайтесь для того, чтобы верить и взывать к Богу. Я хочу прочитать стихи 7,8,9. И произошла на небе война. Михаэль и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, не нашлось им уже места на небе. И низвержен был великий дракон древней змеи, называемый Диаловым и Сатаною, обольщать всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Сложно понять дату. Конечно, была здесь война. И мы можем назвать или Сатана, или Люцифер, он много вокруг себя собрал силы. Как это произошло, это тоже только мы можем приложить нашу фантазию. Я скажу вам, как я понимаю, это лично я. Скажем, у нас есть парламент израильский. И у нас есть много министров. Сколько у нас министров в правительстве? 22, 25. Скажем, 22 министра. Под каждым министром есть его министерство. Есть помощники, сотрудники разных профессий. Есть целая структура министра финансов. Или министра образования. Или министра безопасности. И как мне кажется, что Люцифер был один из министров. И когда он отвернулся от Бога, он забрал с собой всю свою структуру. Это не то, чтобы он в разных министерствах ходил по министерствам и призывал на свою сторону. Но он отверг Божью волю для своей жизни. И заставил всех, которые были под его подчинением, идти за ним. По ангелологии яхудит. По еврейской ангелологии. Након. И это все исходит из времен Вавилона. Михаил, Молах Михаил, он дуэг оцелахе о чем им Исраэль. Ангел Михаил, он ответственен за успех народа Израэля. И даже его имя прозглашает Михаил, кто как наш Бог. И вообще, весь вопрос народа Израэля или евреев, на еврей переводится тот, кто воздает славу Богу. Поэтому мы должны среди народов приносить и возносить Богу славу. А он должен хранить народ Израэля. Здесь мы видим войну среди них. И дьявол проигрывает и он и весь его, вся его организация падает. Я не думаю, что Иоанн ожидал от нас, что мы поймем в точности, как все происходило. Но я хочу сказать вам одно слово. В Святых Писаниях есть термин «сосредоточиться» или «подумать». В Псалме первом написано Тот, кто размышляет, сосредотачивается на Слове Божьем, будет как дерево, посаженное при потоках водки. Это не индуистская медитация. Но это да, это сосредоточенность и медитация на Святых Писаниях. И если каждый из нас личным образом учит этот вопрос, нам это открывает Божья воля намного лучше. К большому сожалению, многие из верующих они хотят только логичным образом идти за Богом. Логическим. Они требуют чудо. Дай мне чудо, вот чудо и все. И мы должны понять, что логика не всегда помогает. И чудо не всегда нам тоже для нас индикация. Но как мудрецы и святых Писаний сосредотачивались на Боге для того, чтобы понять Его волю, для того, чтобы принять пророчество, личное пророчество или вообще. Это то, что может нас благословить и направить. Мы читаем про отца нашего Авраама. Написано, что он после обрезания сидел у своего шатра и сосредотачивался. Написано об одном из пророков. Он пошел к своей башне для того, чтобы услышать Бога. Здесь не написано про физическое... но когда человек сосредотачивается на Слове Божьем и пытается выгнать вокруг то, что ему мешает, он может принять это сверхъестественное прикосновение. и это может укрепить ему дать ему веру, дать ему надежду и вести его вперед. И многие из нас очень слабые, потому что у нас нет такой практики и опыта. мы автоматическим образом как журнал читаем также Святые Писания. Но вот здесь место, которое очень сложно понять. то, что нужно сделать, нужно остановиться и прочитать несколько раз и пытаться получить впечатление от того, что вокруг этого слова нет того, что конкретно написано. Я читаю стих 10. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, и сила, и царство Бога нашего и власть Машеха его, потому что незвежен клеветник братьев наших клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Очень странно. Мы шамаем на фаль Сатан, с неба упал Сатана, и ангел кричит на небеса. Сейчас у нас радость. и вы на земле делаете что хочется. Вы понимаете, что я имею в виду? Я логическим образом не могу понять и объяснить этот стих. Мы живем на земле. Мы здесь хотим, чтобы нам была жизнь удовольствия. На небесах справимся. Какой смысл этого стиха? Я думаю. Леон так думает. Я могу ошибаться. Когда человек согрешил, была разрушена гармония между небом и землей. Когда Ишуа воскрес из мертвых, он начал делать исправление мира, которым я учил. Это была моя тема в Японии. Я учил о ключевых трех тайнах книги Ифесянам. Первая тайна в послании к Ифесянам что Ишуа соединяет небеса и землю. Он исправляет этот поролом. Я думаю, что этот стих связан с этим. Когда Сатана был сброшен с небес, там началось исправление для того, чтобы потом его принести на землю. Услышал я громкий голос, говорящий на небе, нын не осталось спасения и силы царства Бога нашего. Десятый стих. И власть Машехова, потому что незвежен клеветник братьев наших, клеветавши на них пред Богом день и ночь. Здесь еще одна мысль. Дьявол противостоит. Он мешает и противостоит. Когда я был в Голландии, и учил там, уже не помню какую тему, и было время для вопросов и ответов. Я видел одна женщина, которая с самого начала хотела меня что-то спросить, но до самого конца не спрашивала. Она стеснялась. И вдруг она поднимает руку и спрашивает. Я родилась в семье верующих. Я с самого детства выросла и связана с этой церковью. может ли иногда терять надежду или веру в Маши Я ответил так. Я сказала что мы живем в таком месте я имею в виду наш глобус земной шар что он полон противостояния против Бога. И Господь не настолько нам ясен. Мы глазами физическими его не можем увидеть. И очень естественным является когда мы часто падаем в ситуации и мы чувствуем что Бога нет и есть какой-то другой путь. Это естественная ситуация. Наша огромная война не против дьявола. Но против тех вещей которые мешают нам верить. негрошим вшед мимишу и наша большая победа это никогда мы из кого-то изгоняем беда. Но когда мы держим победу над нашими сомнениями. Я хочу повторить. Сомнения это часть этого мира. И Yishuah сам сказал нет такого что испытания или сомнения не придут. Но кто против стоит и держит победу над сомнением он тот кто победит. Я верю что это слово для многих из нас. Потому что иногда мы проходим разные сомнения. Вдруг ты помолился и нет ответа на твою молитву. Yishuah где ты? Возможно ты даже не существовешь. Или ты там как мы встретили хабатников корейских. Они не и его голова как ходячая энциклопедия. И он начинает тебя своими вопросами мудренными с ума сводить. И вдруг ты говоришь вдруг моя вера в Новый Завет не настоящая. Такое может произойти. Но истинная победа это победить сомнения. даже не какой-то грех. Грех тоже. Но сомнения это самое плохое. что если сомнение побеждает нас то мы оставляем веру. Они победили его врага клеветника кровью агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. жертвы в Торе должны были искупить делать компенсацию. Что это значит? Ты совершил грех за грехом стал большим грешником вдруг ты приносишь жертву ты свои грехи переносишь на эту жертву и вдруг ты опять свободен от греха. Но потом ты опять грешишь и нужно опять в качестве компенсации дать жертву. мы получили нечто большее чем жертва лекарства против того способности делать грех конечно искупление тоже но и исцеление написано здесь очень ясно если дьявол или сомнение или грех нападают на тебя обратись к Ишуа не только попроси у Бога прощения во имя Ишуа но попроси у Ишуа укрепление справиться с грехом это то что он сделал за нас если сложно тебе вчера сегодня или завтра неважно обратись к нему и скажи Господь дай мне силу и ты обратись по праву его жертвы 12-14 когда же дракон увидел что низвержен на землю начал преследовать жену которая родила младенца мужеского пола и даны были жене два крыла больших чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в протяжении времени времен и пол времени опять говорится про время но как я это понимаю что когда Ишуа совершил первую часть своей работы и дьявол не мог ему сделать вред он начал нападать на евреев в этой стране и мы в истории читаем геулла они идут в диаспора галут галут во всем народам для двух целей и так мы понимаем это по месер ягоди мы первая цель дать другим народам узнать благо которое господь дал нам как евреям но вторая сторона и у этих народов есть свое откровение о бог когда мы в россии мы также можем вкусить какое-то благо откровение которое есть у них и пустил змей спаси 15 и пустил змей спаси своей сведжены воду как реку чтобы увлечь ею рекою но земля помогла жене и разверзла уста свои и поглотила реку которую пустил дракон из пасти своей как понять это иногда природа помогала израиль иногда политические изменения товарищ сталин пам рац лаках от коль а и биробиджан в хэт мем ларок бедерых сталин хотел однажды взять и отправить всех евреев в биробиджан и половина из них убить по дороге и на пурим он умер и господь освободил народ израиля от уничтожения мы живем здесь в этой стране у нас множество врагов это как слуги этого раз за разом пытаются уничтожить и столько происходит чудес и те которые здесь живут мы уже сами знаем какие чудеса происходят и то что написано здесь что раскрылась и развертла земля не всегда происходит что приходит ангел с небес иногда парень который ведет танк просто забыл включить свою рацию и едет 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 были разные иногда глупые вещи господь использует все подручные средства землю для того чтобы сохранить свой народ и развилипел дракон на жену чтобы вступить в брань с прочими отсеменами ее сохраняющими заповеди Божьи и имеющие свидетельство еще мashiach это очень интересный стих а сатан а оев враг или сатана когда он понял что он не смог причинить вреда мальчику мashiach и когда он понял что он не может победить Израиль написано что он хочет вести войну против остатка семени женщины и написано что это семя есть два характеристики во первых она соблюдает заповеди Господа во вторых имеет свидетельство если мы посмотрим на протестантский мир они не соблюдают еврейские заповеди бога но они верят свидетельство и если мы посмотрим на ортодоксальный наш мир они соблюдают заповеди Господа но нет свидетельства и возможно я ошибаюсь но единственная группа которая стоит на этих двух принципах это группа 20-30 тысяч людей которые живут в Израиле и они называются мессианские евреи которые не соблюдают заповеди и имеют свидетельство Ишуа Машех конечно все это на разных уровнях но я верю что многие из нас имеют противостояние очень большое в жизни и много разочарований из-за этого стиха и здесь говорится нам что нужно смотреть на Бога чтобы наполняться страхом богу принимать силу быть людьми которые поддерживают друг друга и это дает нам возможность поебедить и сделать нашу часть для изменения и улучшения для исправления всего мира который Господь запланировал много лет назад и